Да, все, начинаем, можешь начинать. И запись включи. Да, я включила. Всем привет, дорогие друзья. Спасибо, что вы к нам присоединились сегодня. Меня зовут Фаина Шнайдерман, и я event manager и organizer. Мы вместе с бизнес-комьюнити-спекулянтом Иваном Пестряковым организовали эту серию вебинаров для того, чтобы люди увидели, как можно benefit от данной ситуации, происходящей у нас в мире. Друзья, давайте, те, кто подключаемся, подключились, пожалуйста, возьмите share link. Я сейчас скину в сообщение и пришлите вашим друзьям. Сегодня у нас суперинтересная лекция о антикризисном digital marketing. Вы знаете, что digital marketing сейчас чрезвычайно популярная тема, и Олег Шестаков, он нам полностью раскроет эту тему. Так что ждем с нетерпением. Иван, подключайся. Спасибо большое, что присоединились к нашей лекции. Я Олега знаю очень давно, я думаю, лет 5-6 мы точно знаемся. Можно сказать, что первые шаги в digital я начал вместе с ним. Благодаря его урокам он был преподавателем по интернет-маркетингу. Курс назывался, по-моему, «Продвижение сайта от Грохловского». Топ-эксперт, да, обучающий центр. Да, да. Вот. И ребята очень талантливые, его команда. И сам он очень успешно развивает свой собственный бизнес в Москве. У него одно из самых успешных агентств по интернет-маркетингу. Именно «Продвижение сайта в Москве». А также ребята разработали программу для анализа ключевых запросов. Я вообще пользуюсь этой активностью именно в интернете. Она называется «Rush Analytics». Я сам этой пользуюсь программой, снимаю позиции. Также есть анализ у них текстов и так далее. Те, кто в более узкой сфере работает, именно «Продвижение», точно пользуются их инструментами. Олег, спасибо тебе большое за то, что принимаешь участие, за то, что поддерживаешь нас. В общем, тебе слово. Всегда рад помочь коллегам предпринимательства. Первое, скажу вам спасибо, ребят, что позвали. Всегда рад помочь коллегам предпринимателям рассказать что-то полезное, интересное для бизнеса, даже если мы находимся через океан. Я представлюсь, еще раз, Олег Шестаков. Моя позиция CEO в компании «Rush Agency». Моя компания, то есть операционный управляем диджитал агентством. Я для вас подготовил презентацию по антикризисному диджитал маркетингу. Я сейчас попробую расширить экран. Вы тогда мне скажете, ребята, ладно, работает ли бы нет. Сейчас. Момент. Так, демонстрация экрана должна быть. Вот она. Да, все отлично, мы видим. Отлично. Тогда приступим. Поехали. Так, не надо, правда, будет листать слайды. Сейчас посмотрим, как это сработает. Я буду делать это немножко. Глючит мышка. О, вниз работает. Почему вообще я вам это рассказываю? Немножко о профиле компетенции нашей компании. Что мы работаем, что мы работаем как в России, давно работаем в России, уже около семи лет. И у нас есть довольно обширный интернешнл опыт в разных странах. Почему? Потому что вам релевантно это будет в Америке, в англоязычном, Google, в Bing, неважно, во всех поисковых системах и каналах диджитал маркетинга именно в англоязычных рынках. И мы с этим работаем. И у нас единственный системный отдел в России, я не говорю в СНГ, но в России точно, который продвигает на английском, немецком, французском и испанском языках. То есть у нас есть большой опыт в диджитал маркетинге в той стране, в которой вы сейчас находитесь. Лекция в формате таких интересных, полезных заметок, лайфхаков, той информации, которую я для вас добыл в течение недели. Потому что мы тоже здесь в России боремся с вирусом. У нас еще есть проблема, что доллар вырос, как вы тоже знаете, может быть, следите за Россией, что доллар был 62, сейчас доллар стал 80. То есть это очень сильно ударило по экономике, соответственно, и по бизнесу в России. И параллельно еще заходит этот чертов коронавирус. Поэтому мы тоже здесь на гребне волны сражаемся с экономической ситуацией. О чем поговорим? Я вывел несколько важных тезисов о трафике в интернете и диджитал маркетинге в текущей ситуации. Что делать и куда мы идем? Несколько базовых вещей, и потом мы пройдемся по каналам диджитал маркетинга. Разберем те каналы, которые нацелены действительно на привлечение клиентов. Потому что сейчас вам, как бизнесу, и нам нужны транзакции, нужны продажи. Первое – это Search Engine Optimization. Мы поговорим про поиск. Поисковую оптимизацию можно говорить довольно долго. Это обширная тема от поисковой математики до подбора ключевых слов. Мы не будем это разбирать в рамках данной лекции. Но мы пройдемся по тому, что можно сделать быстро. Стоит ли сейчас делать SEO, либо не стоит. Я буду говорить по-русски SEO, как говорят у нас, а не как у вас, STO. Мне просто это будет проще. Social Networks. Что сейчас стоит делать? Как себя вести? Дальше поговорим про платную рекламу, про Pay Ads. В основном мы будем говорить про Google Ads. Мы не будем подробно касаться таргетинговых компаний. Интересные несколько поинтов дам про email-маркетинг и прямой маркетинг с помощью SMS. Поговорим про контент-маркетинг в кризис, стоит ли его делать, стоит ли вкладываться, и как мы будем выходить из этого кризиса. И несколько советов, я надеюсь, не совсем в рамках капитана очевидности, про бары, рестораны, частные, частных спецам, которые попали в такую засаду, которые не могут оффлайн оказывать свои услуги. Поговорим про то, что происходит. Часть отраслей серьезно просядет по трафику, по конверсиям, потому что они сильно связаны с оффлайном. Часть резко взлетит в онлайновые отрасли. Ну, понятно, что это капитан очевидности передал мне эту информацию, вы это и так понимаете, но мы посмотрим на цифрах. Практически при этом во всех нишах просядет конверсия. Потому что есть дефицит товаров, сложность с доставкой, некоторые, ну, там, международные перелеты вообще закрыты. Но есть важный поинт, что вирус рано или поздно отступит, он здесь очень быстро. Конечно, он нанесет урон экономике, нанесет урон людям, но бизнес не закроется, потому что все, вы видели, и в Америке, и в России, мы проходили кризисы, рецессии. Только там на моем веку было порядка, я был какое-то время маленький, но уже 4 кризиса мы прошли. И всегда все восстанавливалось, всегда все дальше путешествовали, покупали красивые классные вещи, развивали бизнес и отдыхали. Поэтому, кроме фокуса на том, что делать сейчас, как спасти бизнес, нужно будет сделать фокус на том, как бежать дальше, когда это закончится. Есть позитивная новость в плане бизнеса, я не говорю, конечно, там, про какую-то физическую проблему людей, но часть конкурентов ваших уже закрылась. Тот, кто был хуже подготовлен, у кого не было подушки в финансовой бизнесе, соответственно, в некоторых нишах уже есть ослабление конкуренции. Например, у нас в диджитал-маркетинге в России те агентства, которые, например, работают с клиентами, которые были чисто оффлайн, например, есть специализированные агентства, которые продвигают спа-нишу, это салоны красоты, массажные салоны. Вот у этих клиентов уже идет массовый отток. То есть они продвигают локальный бизнес, у них идет массовый отток в аудитории, потому что в России даже этим перестают пользоваться при всей нашей несознательности. Я взял цифры у Нейла Паттеля, это один из известных в Америке SEO-экспертов. У него есть такой софт, похожий на наш, это Uber Suggest, который позволяет делать такой интересный keyword research, трафик research по конкурентам. И они продвигают, у них тоже есть агентство диджитал-маркетинга, они продвигают довольно-таки большой тук клиентов из разных отраслей. И они померили трафик по всем сайтам и по тем нишам, которые у них были. И картина такая сейчас, что финансы, хеллские медиа очень сильно растут. Все остальное минусует, но travel, понятно, очень сильно провалился. Мы не будем говорить про travel, если кому-то интересна информация именно по travel, кто-то занимается travel, у меня есть отдельные крутые записанные лекции про маркетинг, диджитал-маркетинг в travel, я могу ими поделиться. Но с travel, конечно, все печально, к сожалению. Как бы мы не старались, мы сейчас людей адекватных путешествовать не заставим. Самая ниша, по которой ударил кризис. А здесь Nail приводит данные в середине марта, это буквально недельной давности данные, потому что их так быстро не пересобирают ребята из-за того, что это такие custom research они делали. У них не на постоянной основе эти данные появляются. Конверсия, в отличие от трафика, если мы сравним, конверсия просела практически во всех нишах. Ну, понятно, что в фарме она выросла, потому что люди закупают безумно различные лекарства, санитайзеры и прочее. Понятно, выросла конверсия в еде, потому что людям надо заказывать еду, они не хотят идти в магазины. Про деливери сервисы я найду потом ссылку, скину, я не вставил слайд один, кстати. Сервисы доставки в Америке, в Нью-Йорке очень сильно тоже выросли. Поэтому готовьтесь, чтобы во всех нишах упадет конверсия, над этим нужно работать. Если трафик даже останется, то конверсия упадет. Я еще посмотрел, что пишут сейчас уже на основе данных, которые есть, что пишут американские маркетинг-эксперты. Какие-то интересные подборки поискал. И китайцы, итальянцы, на которых уже максимально сказался кризис и пандемия, говорят, что они стали использовать экономерс-сервисы намного чаще. То есть все переходит в онлайн, все это понимают, но уже есть нормальные подтвержденные данные. Если мы возьмем полностью онлайн-сервисы, например, мы работаем с большими сервисами в Америке по киберспорту, по геймингу, по продаже всяких валют в играх. У нас, например, эти клиенты очень сильно растут. И все, что связано с гейминдустрией, тоже будет сильно расти. Если вы каким-то образом можете сейчас, скажем так, присосаться к этой индустрии, это просто, это только набирает популярность, сейчас будет просто пик. Если всех закроют дома, то люди будут сходить с ума без доз дофамина. Дешевый дофамин сейчас только в играх и порно. Из чего игры, скажем так, более этичная сфера. Поэтому стоит обратить на это внимание, потому что эти сценарии ждут и США, и весь мир. Но еще поговорим про Италию, как у них складывалось. Я посмотрел там пару слайдов интересной статистики. И если в Америке сейчас распространяется вирус и экономика реагирует, то в Италии это произошло на пару недель точно раньше, и уже можно посмотреть ретроспективные данные, как итальянцы вели себя в интернете, и на этом спрогнозировать, что будет. И главный совет по маркетингу в кризис для онлайна, для всех каналов. Если ваш бизнес офлайновый, либо даже онлайновый, вы все еще работаете, вы не закрылись, у вас есть там производство, вы перешли в формат, как сейчас модный в России для ресторанов, например, это Black Kitchen, когда работает только кухня и только доставка. У нас это до кризиса еще было модно уже. Например, мы в офис только так заказываем. Не из ресторанов, а из специальной доставки. У нас есть кухня на районе, такой проект интересный. Любой формат, который у вас существует, если вы все еще работаете, поверьте, ваши пользователи и клиенты об этом не знают. Обязательно оповещайте их регулярно. Пускай глава компании сделает заявление на YouTube, выложите это на сайт, ребята, мы живые, мы работаем, мы можем выполнять определенный объем заказов. И обязательно поменяйте обложку в социальных сетях, либо прикрепите пост. Также сделайте именную рассылку по клиентам, ребятам и здесь. Мы тоже боремся, сражаемся. Мы все еще можем оказывать свои услуги. И поверьте, это важно. Потому что многие бизнесы проигрывают, потому что их клиенты думают, что они закрылись. Но это не так. Я уверен, что далеко не все из вас оповестили своих клиентов, что они работают. После вебинара обязательно надо это сделать. Потому что, например, мы сегодня тоже... У нас есть человек в России, Владимир Владимирович, он дал всем неделю выходных за счет бизнеса. Естественно, что мы нашим клиентам написали, что никаких выходных у нас в компании не будет, мы будем работать, и мы наших клиентов не бросим. Хотя в некоторых компаниях паника, что их не будут обслуживать. Нет, мы будем обслуживать своих клиентов, и важно уведомлять. Почему? Потому что еще сейчас очень большой информационный шум идет. Куча каналов в Телеграме, Ютубе, СМИ, все твердят про коронавирус, и вам нужно пробиться в голову своим потребителям через весь этот шум и негатив о том, что вы работаете и что вы действуете. Если посмотреть, можно открыть SimilarWeb, кто пользуется, это сервис, который показывает трафик на сайтах с определенной точностью. Вы можете посмотреть, что трафик в социалках во всех онлайн-платформах растет, потому что людям просто больше нечего делать. Они залипают в телефонах, лежа в кровати, в компьютерах, и они максимально вовлечены в социальные сети, как никогда раньше, только, наверное, на старте. Поэтому обязательно используйте социальные сети, там просто стало больше трафика. Если у вас есть оффер какой-то, то есть какое-то товарное предложение, связанное с пандемией, например, вы сделали бесконтактную доставку. У нас в Москве есть два сервиса доставки еды, это Яндекс.Еда и Деливери Клаб. Они сразу запустили бесконтактную доставку, что курьер приходит с сумкой, ставит тебе еду, ты подходишь, забираешь. Они этот оффер везде пропушили, по всем каналам просто. Также LaModa, это Fashion Online Retail, я думаю, всем тоже в Америке он известен. Они тоже запустили, для их корпораций, у меня просто друг работает там продукт-менеджером, они запустили за три дня, запустили бесконтактную доставку. И с помощью этого им удалось вернуть потребителей, у которых было возражение, что они не хотят видеться с курьером. Курьер оставлял просто около двери пакет с вещами, человек мерил, если не подошло, он потом вызывал курьера, выставлял пакет за дверь, курьер забирал все эти вещи. Вот. То есть, если есть какое-то специальное предложение, что тем более какое-то актуальное, пожалуйста, пользуйтесь этим. Обязательно анонсируйте. Я посмотрел, что сейчас в тренде в социальных сетях в Америке, это stop the spread, социальное дистанцирование, вот эти хэштеги надо использовать. Но, пожалуйста, не используйте хэштеги для спама, будьте релевантны. Если у вас действительно есть информация, которая связана с бизнесом, работой бизнеса в пандемию, в эту эпидемию, публикуйте, юзайте хэштеги, это даст вам дополнительный охват. Люди серчат по хэштегам и пытаются найти информацию. Ваш бренд туда попадет. Но, пожалуйста, не спамьте, потому что можно очень легко нанести урон репутации компании, бренду, если вы будете хайпить на коронавирусе. Будьте позитивны, показывайте, как вы боретесь, какие у вас есть апдейты, какие у вас есть новости. Не опишите негатив, потому что у людей и так негативно забита голова, и бренду сложно привлечь клиентов, заострить их внимание с помощью каких-то неприятных новостей. Да, кстати, мы еще будем отвечать на вопросы. Есть чатик, вы можете закидывать вопросы. После того, как я закончу с презентацией, обязательно всем отвечу. Ну и плюс будет возможность после вебинара еще задать вопросы, я скину площадку, где можно будет мне задать. Да, все понимают, что для поискового продвижения выхода в топ-гугл нужно время. Это не будет мгновенно, вы сегодня сделали страницу, завтра она пойдет в топ-3 гугла, вы начнете получать клиентов. Да, так не работает. Но сейчас самое время делать SEO. Понятно, что вам нужны клиенты сейчас, завтра, послезавтра, но они вам будут нужны через 3 месяца, через 3 недели, через 5 месяцев. Поэтому не останавливайте свои SEO-компании. если вы продвигаете сайт, вы пишете контент, строите линки, не останавливайте это, потому что пока конкуренты замирают и останавливают свои активности, вы должны занимать топы, и когда у людей появятся, люди продохнут, у людей появятся деньги, вы должны быть наверху, а не конкуренты. Вот. И трафик будет в России по запросам с интентом онлайн, я там дальше расскажу по каким еще запросам, типа не армии, в том числе по информационным. Поэтому можно выводить информационные статьи. например, ну не знаю абстрактно, тренер по фитнесу онлайн. То есть если вы фитнес-тренер, вы можете вывести статью как тренироваться, как выбрать фитнес-тренера для тренировок онлайн. Написать такой long grid и продвигать его. То есть для SEO сейчас самое время. То есть не нужно думать, что это инертный канал привлечения и от него надо избавиться. Это неправильно. Как понять, где растет трафик в поиске? То есть понятно, что у вас есть определенная структура трафика вашего продукта. к вам приходит по таким, по таким, по таким ключевым словам. Но мир меняется, вам тоже придется поменять себя, бизнес, сайт и придется сделать сделать изменения в поисковом продвижении в том числе. Как понять, что сейчас вот эти трендинги его, что сейчас в тренде? Открываем Google Trends, конечно, берем ключевые слова из своей ниши и пробиваем, что растет. Например, у вас интернет-магазин, вы продаете что-то для дома. Берете ваши товарные категории, как они называются, и кидаете Google Trends. И пробиваете, когда начался рост. Например, на какие-то категории рост спадает. Значит, вам стоит делать акцент, например, в поисковом продвижении, в платных рекламных компаниях, только на категории, которые набирают трафик. Если даже перед вами стоят конкуренты, трафик весь они не забирают. А чем больше трафика становится какой-то ниши, под ниши, тем больше вы получите. И с поиска, понятно, бесплатно. Также пробуйте добавлять название вируса COVID-19 к своим ключевым словам. Возможно, вы нащупаете какую-то гипотезу либо нишу, что ваш товар почему-то начинают либо ваши услуги заказывать именно в связи с пандемией. Возможно, есть какой-то скрытый смысл. Ну, не знаю, как у безумных людей с туалетной бумагой. Но понятно, что все, чей бизнес будут раскупать так же, как туалетную бумагу, будут просто миллиардеры. Но, возможно, у вас есть такой микротренд и надо его посмотреть в Google Trends. Также, если у вас есть Google Search Console, подключена к вашему сайту, это панель вебмастера Google, вы можете зайти и посмотреть туда. Вот, это что-то моргает. А, чатик. Сейчас я в чат напишу, что такое Google Search Console. Вот я напишу название сервиса Google. Там вы сможете посмотреть, по каким ключам приходят на сайт и как меняется трафик. Возможно, вы заметите уже какую-то закономерность. Вот. Я на вопросы отвечу и на все сразу потом и каждому. Хорошо? Вот, чтобы просто мы не сбились и тайминг у нас не поплыл. Есть, нащупали гипотезу, посмотрели, что какой-то есть, все, чего ли, просто в Google Ads заходим и смотрим ключевое слово. Просто в планировщик рекламных компаний Google. либо в тот же Uber Suggest. Я его упоминал, упоминаю и покажу там дальше. Заходим, смотрим, сколько люди ищут это ключевое слово и создаем под это страницу, допустим, онлайн-занятие фитнесом при COVID-19. Создаем страницу, начинаем ее прокачивать, писать текст по стандартам, как делают ваши SEO-специалисты. Значит, это поможет вам захватить новый трафик, которого раньше не было. У вас не могло быть посадочной страницы под эти ключевые слова. Интересно, что у многих бизнесов не было интента онлайн. Интент, это намерение пользователя. Когда пользователь раньше искал юриста, теперь он ищет lawyer New York онлайн. А раньше вообще, ну, кому было интересно в Нью-Йорке искать юриста онлайн, когда я могу доехать, сесть на такси и прийти, поговорить с этим юристом, потому что он стоит как крыло от самолета. А сейчас человек банально не может до него добраться. Теперь, не, я знаю, что есть уже агрегаторы, marketplace юристов и прочее. Но теперь это ничто приятно сильно вырастет. Если у вас юридическая компания, вы, не знаю, адвокат по разводам, divorce lawyers, New York, и вы в каком-то районе принимаете, сделайте такую страницу, что вы принимаете онлайн. Что-то у меня не то. Так, хорошо. вот, поэтому смотрите, опять же, до кризиса в SEO, когда мы, когда нас спрашивали, а как бы нам развивать свой сайт, на что смотреть, я обычно отвечаю, если ваш рынок сформирован, у вас есть конкуренты, то ваши конкуренты, обычно у каждого из нас есть более сильный конкурент, чем мы, потому что мы не лидеры на рынке, не топ-1. Там мы не Apple, не Microsoft, есть компании крупнее нас, которые заняли нишу раньше, которые начали работать раньше. У этих конкурентов больше ресурсов на исследование, на анализ рынка и прочее. Они выпускают новые продукты, они оптимизируют сайт определенным образом, развивают свой сайт, поэтому они вваливают туда кучу денег. Как мы рекомендуем? Идем, смотрим на конкурентов, что они сделали, какую стратегию они используют, копируем все это, улучшаем и обходим их. То же самое, по-любому у вас есть более быстрые, более ушлые конкуренты, которые уже что-то запустили онлайн, а вы своих конкурентов, скажем так, злейших конкурентов, всегда знаете. Зайдите на их сайты сегодня, посмотрите, как они отрабатывают ситуацию. Причем зайдите в их социальные сети, посмотрите, как они крутят рекламу. Если у вас там, не знаю, адвокат по разводам, забейте адвокат по разводам, посмотрите, кто до сих пор крутит рекламу. Может быть, они какие-то офферы сделали для клиентов. Обязательно посмотрите и скопируйте. Вот я сейчас дальше покажу. Скопируйте, переупакуйте, переходите в онлайн, если это возможно. Понятно, что если у вас оффлайн-бизнес, большинство из-за вас скажет, Олег, ну как онлайн, мы там потеряем 80% оборотов, потому что люди обычно не покупают онлайн. Лучше потерять 80% оборотов, чем 100% и закрыться. Далее. Вот, хорошо. Я набрал в Google Trends, сегодня набрал Sushi Delivery. Это просто регион United States. И видно, что тренд, тренд начинается, начинает опять расти. Тут, скорее всего, вот этот пик, который под стрелкой, скорее всего, это был декабрь, новый год, или там, Christmas, и люди заказывали, но сейчас видно, что прогноз тренда угла такой, очень высокий, потому что верхняя линия, это 100%, посмотрите, 31 марта 2019, самое левое. там было всего 60%, а сейчас, сейчас уже 60% и вырастет до 100%. То есть, это относительный популярный запрос. Вот это Delivery, опять же, US. Ну, тут понятно, здесь просто тренд залетает. Люди хотят пить чистую воду, много людей заботятся о здоровье, там, кто-то вообще никогда не может, там, скорее умрет, чем выпить из-под крана. И у людей пока есть деньги, они их поджигают на доставку воды. Хотя раньше, в принципе, спрос был стабильным. Сейчас люди не хотят выходить из дома, поэтому, например, если ваш ресторан может доставлять воду от поставщиков, и вы можете немножко на этом заработать, я не говорю стать барыгой, который продает санитайзеры под их сток, потому что накинуть в 100 раз цену на дефицитный товар это не предпринимательство, это просто барыжничество. Но если вы можете доставить людям, которые нуждаются в воду от вашего поставщика из ресторана, то почему нет? Есть тренд на доставку воды. Что интересно, не видно на этом слайде, почему-то немножко обрезает. Есть интересная штука, я пошел в Google Translate, потому что я итальянский не знаю, возможно, кто-то из вас двуязычный, трехязычный человек, и он знает другие языки, особенно китайский либо итальянский. Я перевел просто доставку воды на итальянский. И как видно, что у них тренд, тренд у них начался восходящий намного раньше. Мы можем использовать данные наших коллег по несчастью, которые уже были месяц назад, это Италия, три недели назад, которые Google уже показывает. Мы можем взять, перевести наши товары и услуги, которых мы сомневаемся, будут ли покупать онлайн, перевести Google Translate, хотя бы, если мы не знаем итальянского, либо на итальянский и побивать в Google Trends и увидеть, насколько в Италии взороженный взлетел спрос на этот товар. Пока в Америке он еще может быть только поднимается, еще нет данных. Используйте это возможность. Например, с китайским очень сложно, но для меня, я в буковках этих не понимаю совершенно. Но итальянские, они похожи на на латинский, поэтому это можно использовать. Что еще делать по SEO? Понятно, делать стандартное SEO-продвижение. Надо подбирать ключевые слова, писать новые, писать страницы, оформлять их правильно. Куча... Я могу скинуть SEO для малого бизнеса своими руками. У меня есть презентация, как самому сделать SEO. Она на русском, но на английском она сильно не отличается базовые вещи. Если вам интересна такая презентация, я ее просто пришлю, пришлю ребятам-организаторам, они разошлют. Просто поставьте плюсик в чат, если вам это нужно. Там просто... Она большая, на 40 слайдов с картинками, вы сами сможете это все сделать, запилить. Google My Business. Я не знаю, у кого в Америке его нет, но если у вас его нету, если у вас нету этого, вы не в Google My Business, обязательно зарегистрируйтесь. Если у вас нету сайта, есть замечательные современные сервисы, в Америке их тоже много, от Shopify, это все его знают у вас под электронную коммерцию. Есть российский продукт, но он прекрасно себя чувствует на английском, тильда точка сиси. Подождите, сейчас я в чате скину сразу. Я должен кому-то отвечать. Всем отвечу. Окей. Вот это конструктор сайтов, он вообще бесплатный, только логотип тильда будет в подвале. Можно очень быстро собрать сайт на любом языке. Есть готовые шаблоны под рестораны, под интернет-магазины, базовые, простые, под онлайн заказ, чего угодно. То есть у вас есть, допустим, вам нужно сделать онлайн заказ, чтобы вас заказывали в вашем ресторане, тильда тоже подойдет. Совершенно понятная, простая штука. Что дальше? Обязательно, то есть если нет сайта, делаем Google My Business, делаем сайт быстро, за вечер на коленке, выкатывая ногу. Потому что у вас должно быть онлайн представительство в интернете, даже если вы были чисто, чисто офлайн бизнесом. В Google My Business зайдите, заполните все по максимуму. Там есть часы работы, там есть отрасли, там есть, не знаю, цены на товары, чтобы человек мог видеть их сразу в Google картах. Потому что все сейчас ищут near me, в моем районе, там, в таком-то каунте. Люди ищут уже очень много с геозапросами, чтобы далеко не ехать. Поэтому Google My Business просто must have. Очень полно мануалов, как его зарегистрировать, просто убивать How to create Google My Business аккаунт. Все. Проверьте, пожалуйста, скорость загрузки своих сайтов, в том числе мобильных, потому что нагрузка на интернет большая. И если сайты и так грузились медленно, то с ними надо что-то делать, скажите своим разработчикам. Также можно получать трафик из других источников, не только из Google. Делают Trustpilot и другие нишевые каталоги по вашей тематике. Добавляйтесь, регистрируйтесь, потратите день, но оттуда может прийти пара-тройка клиентов в неделю, что в текущих ситуациях как бы не лишнее. Если раньше мы все ленились и забивали на дополнительные источники трафика, то сейчас обязательно нужно их использовать. Продолжайте использовать, то есть продолжайте развивать свои SEO-продвижения, не останавливайтесь. Если у вас там пришлось более персонал, которым этим занимался, может дать им какую-то part-time зарплату, сфокусировавшись на онлайн и деливере ключевых словах. Но попадайте сохранить SEO-команду своих SEO-экспертов. С другой стороны, сейчас очень много SEO-экспертов выброшено на рынок, в том числе в Америке. Я видел данные по безработице, это как бы очень стрёмно. И поэтому есть крутые, талантливые ребята, которые сейчас в текущих реалиях готовы работать не за космический прайс. Поговорим про Google Ads и платный трафик. Uber Suggest, вот это хороший софт, можете прямо записать по сфотре и статистику по ключам там. Цена клика, по их статистике, у них не очень много по Google Ads статистике, потому что они большинство органик все же занимаются. Но у них есть все равно большая база. Я не говорю, что цена клика в Google Ads сильно не упала, но выросла стоимость привлечения из-за того, что упала конверсия. Ну, туризис там, понятно, там порядка 25% падения первичной конверсии только, что еще в наличии того. Опять же, они заметили, что в некоторых нишах уже игроки ушли с рынка, с аукциона в контекстной рекламе, в поисковой рекламе, и уже можно привлекать больше льдов за те же деньги. Если у вас, например, компания смогла перейти на удаленку, у вас осталась инфраструктура, есть там кэш, который вы можете влить в рекламу, то самое время забрать этих клиентов. Очень крутая штука. Отключите те гео-таргетинги, из которых клиенты не могут добраться к вам по причине коронавируса. Если раньше, там, из образа из соседнего города, из соседнего штата люди могли приехать, то и спокойно приезжали. Посмотрите, в Google Analytics есть ли конверсии с этих регионов. Если у вас не настроена аналитика, просто вы подумайте, откуда люди к вам не могут приезжать. Ну, понятно, что если вы там занимаетесь B2B, у вас B2B продажи на личных встречах, люди не полетят из-за океана больше, потому что граница закрыта. А реклама может крутиться, не все успевают за этим. Поэтому обязательно зайдите, если у вас есть платная реклама, зайдите, отключите те регионы и страны, из которых сейчас клиенты физически не могут купить вас. Дальше. Посмотрите, аналитику, если она у вас настроена. Какие рекламные компании неэффективны? Подумайте, почему. Возможно, этот товар, людям неудобна его доставка в текущих реалиях. Либо есть какие-то другие объективные причины. Возможно, этот товар реально у вас крутится, реклама вы продавать, вы не можете отгружать, например, не можете. Не знаю, у вас нету грузчиков, сейчас не осталось, чтобы грузить эти тяжелые железки. Поэтому тоже подумайте в новом разрезе, в разрезе кризиса, не в разрезе обычных рекламных компаний, что еще можно подключать. Я крайне не рекомендую отключать контекстные компании, компании, конечно, рекламные, совсем. То есть, не все еще затянули пояса, у кого-то там, ну, понятно, что богатых людей много, и они продолжают тратить, продолжают покупать даже лакшни, совершенно спокойно. люди потребляют. Сейчас люди покупают у актуальных компаний, которые имеют свое мнение, имеют свои специальные оферы по коронавирусу, там, как я и говорил, доставка бесконтактная, что-то еще, что вы в целом работаете в нишах, в которых никто не работает. Вот, люди все равно покупают. Если покупают не у вас, то у ваших конкурентов. хотя бы то, что все службы доставки во всем мире перегружены. То есть, люди покупают, у них еще пока есть деньги, я надеюсь, что все быстро пройдет, у них будут деньги, мы будем с вами дальше продавать, оказывать услуги, но не отключайте то, что работает. То есть, нет смысла включить контекст, если с него покупают. Вот, опять же, Инстаграм и Фейсбук позволяют тоже настраивать с геотаргетингом рекламу по какому-то радиусу вокруг вашего офиса, склада, зоны доставки. Опять же, используйте эту рекламу, потому что она не стоит таких денег, как космолет. Это можно использовать, если правильно настроить аудиторию, кто покупает, на какой территории покупает. Полно видео на Ютубе, полно статей, как правильно настроить Фейсбук, там, Фейсбук, Эдс и Инстаграм. Это все, кстати, один рекламный кабинет. Емейл и директ-маркетинг, это просто супергерои в кризис. Что мы обычно делаем? Мы покупаем платный трафик, контекстную рекламу, делаем SEO, к нам приходят клиенты, звонят в отдел продаж, sales, чуваки, им продают, закрывают сделки, все отлично, но при этом мы собираем емейл-базу, имена, дни рождения клиентов, все вот это, вот все, но обычно не доходят руки до того, чтобы разостать какую-то рассылку. если вы из категории, как обычно, 99% бизнеса собирали емейлы, но не рассылали рассылок, сейчас самое время, почему? Потому что эти люди у вас уже покупали, либо хотели купить, но у них есть касание с вашим брендом. Цена привлечения таких клиентов практически равна нулю, то есть стоимости сервиса емейл-рассылок 100 баксов на месяц, и самое время это сделать. И email-маркетинг на самом деле кто-то считает архаичным инструментом, который там уже старый, никто не читает емейлы. Мне все равно вся бизнес-серда работает в емейле, если вы B2B. Все люди читают email все равно, несмотря на мессенджеры, инстаграм и тиктоки. Поэтому используйте всю мощь. Можно нарезать людей на сегменты, хотя бы по половому признаку. Вот. Ну то есть не нужно... Ладно, это плохой пример, потому что нужно, не знаю, продавать пену для бритья мужскую женщинам вообще нужно, потому что женщины часто ее покупают. Вот. Ну то есть вы можете сегментировать эту тетерриторию как угодно, тонко нарезав ее, Всегда соответствуйте контексту. Допустим, сейчас вышел такой-то закон, что перемещения такие-то, вы сразу рассылаете рассылку, что мы в этой зоне доставляем, ребята, все хорошо там, да? И делайте регулярно, не пропадайте с радаров своих клиентов. Делайте апдейты. Как ваша компания держится? Какой... Давайте полезный образовательный контент по вашему продукту, не обязательно связанный с ситуацией. Сделайте коллаборации со смежными бизнесами. Раньше было сложно договариваться о коллаборациях, делать какие-то типа бандл-оферы, когда вы вместе с кем-то упаковываете продукт. сейчас люди идут на это намного охотнее, потому что всем нужны продажи. Сделайте какую-то коллаборацию, что-то полезное действительно и разошлите по вашим клиентам. Например, у нас вот этот формат Black Kitchen, который есть, кухня на районе, ребята возят на таких электробайках еду. Они с кем-то скооперировались и они вместе с едой могут доставить тебе, ну, такую крутую маску FP3 защиты. Ну, то есть, да, ценник там завышен, они наценивают, не знаю, один доллар на этой маске, но она разовая, хорошая, но они прям тебе вместе с едой могут привезти. То есть, понятно, что они на объеме зарабатывают, не сильно наваривая остальные техники, но они делают полезную вещь. А тот человек, который производит маски, понятно, что он тоже зарабатывает за счет совершенно другого рынка, рынка доставки еды. Хотя раньше он не мог подумать, что, не знаю, строительную защиту, по факту это строительные маски, потому что для сварщиков и прочих, он мог продавать через модный хипстерский сервис доставки еды. Подумайте над коллаборацией, которую вы можете сделать. Понятно, что не все продают маски, и это не так очевидно, но помозгуйте. И опять же, пожалуйста, не пушьте аудиторию с первого касания, не продавайте. Не шлите первую рассылку там «Наши лучшие товары со скидки за неделю». Если вы не делали рассылку, познакомьтесь, скажите, ребята, хеллоу, мы здесь, так как теперь нам приходится общаться через диджитал-каналы, мы, например, мы наконец-то запускаем нашу e-mail рассылку с полезными фичами для вас. Не забывайте про смс. Я просто, честно говоря, не успел посмотреть закон об смс-рассылках там в штате Нью-Йорк и вообще в США. Если это законно, пользуйтесь. Люди сидят в смартфонах, у них приходят пуш-уведомления, они намного больше. Я думаю, скоро кто-то сделает исследование, сколько раз люди разблокируют айфоны и андроид-телефоны во время пандемии. Я думаю, в 10 раз больше. И они увидят вас. Есть агентство MailFit. Мы сами делаем платную рекламу, технический саппорт сайтов и профессионально делаем SEO по всему миру. Но мы не делаем e-mail маркетинг, у нас нет отдела такого. Но есть ребята, которые недавно выручали нашего клиента, когда в связи с вирусом ему надо было срочно разослать по базе не спамную рассылку, а просто как раз начать e-mail маркетинг. Они сделали за очень адекватные деньги, клиент наш доволен. Поэтому я могу их рекомендовать. Одни из таких среднего размера, но такого бутикового класса агентств, которые подходят очень подробно и хороший клиентский сервис у них. Вот нашим одному клиенту они ведут e-mail маркетинг, а второму очень помогли оперативно сейчас во время вируса. Просто можете сказать, что порекомендовал Олег Шостаков, они поймут, что это ребята из Rush, их порекомендовали. И ценит их адекватный, тем более, если у вас доход в долларах, а платить придется в рублях. Я думаю, что для вас это вообще будет копейки. Вам нужно использовать, делать все, чтобы увеличить конверсию. Поставьте онлайн-чат. Многие владельцы бизнеса говорят, ну что онлайн-чат, у меня там секретарша будет сидеть, там пацаны-кладовщики, им некогда отвечать. Теперь есть всем, когда отвечать. Вот эта вот чертова штука, которая всем мешает, это дополнительный канал коммуникации. Так как больше людей перейдут в онлайн, все больше людей начнут писать онлайн-чата. Поэтому, пожалуйста, поставьте очень много бесплатных решений. Есть еще одно интересное решение от моих друзей. Они называются Venue. Они есть, англоязычные, но они дороже. Venue, такой чат есть. Venue. Там можно настроить чат-бот, чат-бот, который будет сам закрывать лиды. Если вас нет, у него будет довольно понятный диалог. Там очень хороший сценарий можно настроить. Это стоит, ну не знаю, 20 долларов в месяц. Это будет стоить платная версия. Там все paper action. То есть вам отправили лид, вы заплатили там 3 цента. То есть совершенно крутая штука. Если вы, допустим, реально там операционно не можете отвечать, это поможет. Но если вы можете отвечать, вы можете у робота перехватить чат и самому общаться с человеком. Например, вот у нас за неделю в CRM могу посмотреть порядка 5 заявок, 5 заявок на маркетинг из онлайн-чатов. Ну то есть потенциально, если мы закроем эти контракты, это даст нам 50 тысяч долларов оборота за год. Просто потому, что есть онлайн-чат. Сделайте контакты на главной странице видимыми, укажите часы работы, сделайте какой-то апдейт по COVID-19, что да, мы работаем, мы здесь, ребята, хлоу. Вы можете теперь использовать главную страницу экстренно, потому что даже Google и Яндекс используют главные страницы для экстренных уведомлений. Есть моя подруга Ильяна Левина, это наши ребята-конкуренты Скобеев и партнеры, она замечательный маркетолог, и одно из ее видео 50 инструментов по увеличению конверсии. Я уверен, что вы там найдете для себя много интересного, полезного. Посмотрите, оно бесплатное на YouTube, потому что она хороший маркетолог, я могу ее честно рекомендовать, ее контент. Пойдемте дальше. Контент-маркетинг. У нас никогда нет времени, чтобы писать статьи, делать выступления, делать публикации, прокачивать публичные выступления. Сейчас супер-время, потому что мы не можем идти развлекаться, мы не можем никуда выходить, можно писать контент, создавать полезную информацию и супер распространять ее. Пишем видео на YouTube. Смотрите, в Америке и в России очень крутое качество видеопродакшна у ютуберов, у блогеров, но сейчас все студии закрыты, на улице больше нельзя идти по улицам, можно, я думаю, сейчас еще в Америке, но нормальный человек не пойдет, по улицам Майами, по отпаливами с красивыми девочками в купальниках и рассказывать про маркетинг. Сейчас вырастет цена контента, который дает человек. даже если как у меня просто я сижу в переговорке, один в офисе, пришел, чтобы здесь был нормальный звук, и там серая стена и просто висит логотип, это будет нормально такого качества видеопродакшна в текущее время. Главное, чтобы контент был крутой и полезный. То есть теперь не надо стыдиться, что у вас камера там ноутбука либо айфона, сейчас можно все заливать на YouTube как есть, главное давайте своим пользователям классную инфу и полезный контент, что действительно им будет ценно и важно. И YouTube реально растет. у меня взял интервью Сергей Павлович, оно набрало 400 тысяч просмотров с ноября по, наверное, конец февраля, за 4 месяца 400 тысяч просмотров. И мы оттуда получили, по-моему, 292 заявки на продвижение. И как-то поток заявок схлынул, хотя мы его продвигали там немножко, но там платных кликов было мало, платных просмотров. И вот сейчас, когда люди даже в России начали садиться домой и начали смотреть YouTube, теперь у нас опять мне в личку две заявки на продвижение на развитие проектов в Диджитале приходят просто в Telegram, потому что там мои контакты. С этого видео люди просто сели в YouTube и трафик этого видео опять вырос. Если уже, по-моему, где в Англии, в Ирландии, в Евросоюзе, YouTube хочет понизить качество видео, чтобы все могли смотреть. Используйте платную рекламу в YouTube. Опять же, она очень простая, очень просто делается. ключевые слова легко найти, по каким продвигать, да вы их знаете. Есть плагин для YouTube, он бесплатный, вид IQ, по-моему, видик, вид IQ, плагин для YouTube, который показывает, как смотрят видео конкурентов и как вам продвигаться. Просто бесплатный tool. Вот с помощью этого тула можно посмотреть практически все по конкурентам. И берите платную рекламу, закидывайте 100 баксов, пробуйте крутить. И подпитывайте свои видео первыми просмотрами. Это даст большой буст на будущее. Вот. И запомните, что после кризиса зарабатывать будет тот, кто будет владеть большим количеством глаз, которые на него смотрят. У кого будет больше подписчиков, больше лояльности, больше вовлеченности, тот сможет продавать что угодно после кризиса. Из своих, ну, я имею в виду, что нельзя будет Боингу продавать туалетную бумагу. Скорее, Боингу может быть и можно, но вы аналогию поняли, что вы сможете делать кросс-сейл, апсейл любых продуктов, если у вас будет крутая аудитория, которая вам будет доверять. Сейчас самое время формировать эту аудиторию. Контент-маркетинг. Еще. Свой evergreen контент надо улучшить. Что такое evergreen контент? Это контент, который всегда актуален. То есть, вы написали статью, не знаю, как вылечить перелом в домашних условиях. Люди всегда будут ломать руки, и там, неважно, 18 или 19 год, пока роботов, андроидов не придумывают, надо роботов, которые будут руки склеивать. Вот. Это контент, который все-таки надо обновлять. Наш evergreen контент, он устаревает. Поэтому зайдите в конкуренты, посмотрите, что они добавили, почему они вас потеснили, статью вашего блога в поиске, и добавьте, добавьте больше контента, чтобы опять выйти в топ и от получать трафик в это непростое время, уже прокачанной хорошей статьей. Дальше. Если актуально, то добавьте в вашей статье кусочек контента про COVID-19, например, как выбрать страхование жизни. Кавычки мои, поехали. Как выбрать страхование жизни. Если раньше там вы рассказывали, как там выбрать брокер, как выбрать страховую компанию, то сейчас мы рассказываем, а можно ли застраховаться от коронавируса. Поэтому мы делаем апдейт этих статей. Хорошая статья про контент-маркетинг я нашел. Это одно из диджитал-агентств в Америке, не знаю, с квоты города, просто смотрел какие-то крутые кейсы в одном месте. И вот просто интересные примеры успешных B2B-контент-маркетинг компаний. Посмотрите, и вообще на самом деле очень много информации сейчас пройдет, что маркетинг, она бесплатная. Но это мне понравилось. Ой, самое, наверное, тяжелое, это общепит, рестораны вот этой F&B ниша. Если можете, запускайте доставку. Я не вставил на слайд, но есть в Нью-Йорке я посмотрел три службы доставки, они просто дико растут сейчас. У нас, например, в Москве Mail.ru Group владеют, они купили компанию Delivery Club, и они сделали для всех ресторанов сейчас, которые подключаются до 30 июня, вообще нет комиссии, курьеры бесплатно отвозят. Мы клиенты платим за доставку, курьеру Delivery Club, вот, а с ресторана ничего не берут, то есть они такую поддержку бизнеса запустили. Я уверен, что у вас тоже что-то должно быть. И в США куча облачных сервисов, у нас, например, достависта популярных. Где-то можно заказать, с ними можно договориться, чуть ли не по API отдавать им заказы. Попробуйте, если это получится, будет просто бомба. Если запускаете новый продукт, который выходит в онлайн, обязательно e-mail рассылку, если у вас есть аудитория в Facebook, чат-боте, обязательно послаем туда. Вот. И по ресторанам, естественно, собирайте аудиторию, которая может реально дойти до вас. Прямо по узкому таргетингу, там будут копейки, это стоит, но вы прямо завешиваете рекламой весь Facebook вокруг, скажем так, и Google карты. Идем дальше. Повара, фитнес-тренеры, все, кто оказывает частные услуги, частных тренировок, что-то, ручная работа, там, B2C для клиента, например. Запускайте стримы, вот смотрите, раньше, вот, в диджитал-маркетинг-конференции мне нужно было поехать в центр, там, сцена, аудитория, туда собирались люди, на это тратилась куча денег у организаторов, чтобы спикеры выступили. Сейчас мы с вами спокойно сидим, общаемся в Zoom, и я думаю, что качество восприятия контента ничуть не хромает, потому что сейчас после нашего вебинара я просто в чате отвечу на вопрос, ну, и голосом, и все нормально. Такое, чем вы хуже, чем ваш продукт хуже, чем диджитал-маркетинг-компания. Zoom, Skype, Twitch, Discord. Если вы сможете сделать прикольный формат, прикольный формат подачи, например, на Twitch'е вы можете вообще донаты собирать, вдруг зайдет. Сейчас столько будет шальных донатеров на Twitch'е, потому что люди сидят, смотрят онлайн-стримы по всему миру, они сидят дома, и у них еще есть какие-то деньги, вообще вам донатить даже могут за ваши уроки, курсы, что-то еще. Причем на Twitch'е есть пару лет, по-моему, такое, типа, как это называется, лайфстайл направление, где не игры можно стримить. Вот. И в Дискорде тоже можно устраивать конференции. Модные тоже наши времена для молодой аудитории, как Zoom, такой, чат-онлайн-звонки. LMS-система это система обучения, где вы можете взять онлайн-систему, которая прям брендируется под вас. Тоже подписку платите, там, 15-50 долларов в месяц, делайте там свою онлайн-школу. Понятно, что, не знаю, в России к этому вообще в целом негативные отношения, потому что много псевдо-тренеров, которые не обладают такими компетенциями, мы их называем инфо-цыгане. Вот. В России троллим постоянно. Но если у вас есть крутой продукт, крутые знания, то, пожалуйста, упаковывайте это, пробуйте продавать. То есть, переводимся в онлайн, если не получится даже существенно заработать, то получится удержать клиентов, чтобы начать продавать им заново, когда все схлынет. Вот. То есть, победит тот, моментов на тот момент, когда у них появятся деньги. У нас в компании тоже есть отток клиентской базы. У нас многое цифровано, у нас висят дашборды. То есть, у каждого дела есть дашборд, на котором мы все это трекаем. И мы своим клиентам предлагаем бесплатно поддерживать их маркетинг, даже если они не могут платить, хотя бы пару месяцев, просто, чтобы, ну, чтобы бизнес не обанкротился. Я уверен, что, когда у клиентов наших будут деньги, и они выживут с нашей помощью, они без проблем вернутся к нам, они будут искать каких-то странных подрядчиков, которые непонятно откуда. В принципе, презентация у меня все. Держитесь, старайтесь, все пройдет и будет только круче, как было всегда. И еще у меня есть ремарка, Клаина. мы запустили для бизнеса со всего мира на площадке Яндекс.Кью, сейчас моя презентация пропала, сессию вопросов-ответов. По этой ссылке, я сейчас ее тоже скину, по этой ссылке вы можете задать вопросы, вы можете задать нам вопросы, специалисты нашей компании, я лично, и топ-менеджеры наши ответят на любые ваши вопросы. Мы будем приходить и отвечать на вопросы про диджитал маркетинг для бизнеса. Почему на площадке, почему? Потому что, когда вы зададите мне вопрос в личку, в фейсбуке, я вам отвечу. Понятно, если у вас приватная какая-то информация, она там аналитика ваша внутренне высказывает, это понятно. А если вы зададите вопрос публично, то другие предприниматели смогут посмотреть, возможно, у них есть такая же проблема и смогут получить ответ. Поэтому задавайте после вебинара, что мы не успеем, вопросы там, мы будем отвечать. Ну, а теперь перейдем к вопросам, наверное. Да? Да, спасибо огромное за информацию, это было суперинтересно, суперинформативно. Вот, ребята, задавайте вопросы, надо отключить спикер, давайте не перебивать друг друга. Я вижу тут в сообщениях, ты можешь посмотреть сообщения? Я групповой чатик. Давайте сначала на вопросы с чата отвечу, да, потом можно будет голосом позадавать вопросы, правильно? Да. Так. Слевин спрашивает, сайт поиска работы, пара тройка идей мыслей, на что можно было бы обратить внимание с искателем и работодателем? Ну, безусловно, сразу поднять на главную и сделают лендинги по каждой профессии слэш онлайн. То есть, все эти классические профессии надо продвигать еще и онлайн. Потому что, ну, сейчас и работодатели будут уже удаленщиков брать. Например, мы сейчас уже берем на удаленку кого-то, кто нам нужен, редкий, да? Хотя раньше мы вообще сказали, нет, только в офис, но у нас в офисе закрыты, я один в офисе сижу. Почему в офисе? Потому что я пешком из дома пришел, у меня 4 минуты идти. И тут никого нет в бизнес-центре, я один. Интернет хороший. Вот, никто в офис не ходит, и поэтому мы берем удаленщиков. Поэтому обязательно делайте remote work, remote job, вот такие ключевые слова и развивайте онлайн-вакансии. Конечно, это будет хайпить еще очень долго, год точно. Вот, Google Search Console, Фильда, не очень законно смс-рассылки, если не подписывались, обязательно делать рассылку на аудиторию только 5 человек с короткого номера. Мы обходим разрешение, все рассылки, 50 человек, обязательно. Text stop to unsubscribe. Да, если есть возможность, пробуйте так. Если можно это легально оформить, то да. Например, мы в России, в нашей компании, чтобы делать рассылки, и вам приходил адресат Rush Agency, мы получали разрешение в ФСБ. Чтобы получить свое имя. Да, это можно сделать, и мы ждем, допустим, у нас воронки продаж, когда вы у нас заказываете коммерческое предложение, у нас статусы подготовки коммерческого приходят по смс, это людям удобно. Поэтому смс-ки в любом случае, как вы их только можете использовать, используйте. По имамам забыли добавить про бета-сегментировать аудиторию по органам, делать рассылки по сегментам. Возможно, они не что-то паникующего рынка не так важно. Конструктор, мне очень понравился. стрип и имейл. Я его не видел, но вообще совершенно правильно. Я там написал, используйте все возможности. Естественно, АБ-тестирование, пробуйте разные заголовки, смайлики, эмоджи в заголовках. Да, безусловно, надо наоборот. Сейчас максимально качественно использовать базу. Не просто слать одну рассылку на всех, а делать АБ-тесты, сплит-тесты, когда мы трем аудиториям послаем три разных письма. Безусловно, Роман прав, конечно. Так, вопросы с чатом закончились. Можем теперь экран, наверное, остановить экран. Надо стоит трансляция, нажать, чтобы экран убрать наверху. Наверное, да. Да. Вот, теперь можем, если у кого-то есть вопросы, готов ответить. Иван, ты хочешь задать вопросы? У меня есть вопросы, если что. Да, ты можешь задавать, потом я задам. Давайте. Да, смотри, я хочу начать рекламу на Фейсбуке. И мне надо ее правильно настроить, правильно? Есть ли какие-либо советы по настройке рекламы? Может быть, курсы ты посоветуешь? Курсы? Я могу спросить, курсы? Понимаешь, это такой хайп-рынок, когда, вот смотри, к нам приходят с такими запросами, мы настраиваем, но у нас, мы от больших бюджетов начинаем работать. Я не думаю, что сейчас это будет релевантно. И когда нам просят, говорят, ребята, кто-то, у меня спрашивают, а кто-то работает с тысячей долларов в месяц бюджет, например, я честно, я не могу никого порекомендовать как специалистов, потому что не работал лично, но курсы я могу найти и порекомендовать. У нас есть один спец в России хороший по таргету. Вообще, курсы про диджитал маркетинг есть Q-Academy, это русские ребята, но они в основном работают в UK и в США. У них курс по всем областям диджитал маркетинга на 2-3 месяца. Очень крутой. Я сам его, половина курса я сам прошел, я узнавал после 10 лет в маркетинге что-то новое. По таргетированной рекламе можно искать фрилансеров с отзывами. Если будет несколько запросов, я у одной подруги запрошу такого фрилансера, который работает именно с небольшими бюджетами. Я понимаю, ты же не хочешь делать тест на 10 тысяч долларов в месяц сразу. Если к нам приходят как агентство, у нас очень дорогие спецы, чтобы мы именно таргет отдельно запускали. Поэтому мы Facebook не делаем и Instagram отдельно. Например, Google Ads к нам приходят, мы вообще начинаем, у нас комиссия всего 250 долларов в месяц. С Google Ads у нас есть много спецов, а вот Facebook, Instagram именно не наша стезя, поэтому пока никого не могу порекомендовать. Но курсы найду и тебе скину. без проблем. Спасибо огромное. Тоже вот такой вопрос. Сейчас будет безработица во многих сферах. Ты бы порекомендовал пойти людям в SMM? и здесь... Знаешь, честно, я к SMM очень-очень скептически отношусь и всегда. Мы пробовали запустить SMM-отдел, эта идея у нас в компании провалилась. Почему? Потому что SMM никак практически не влияет напрямую на продажи. Когда ты продаешь себя как специалист владельцу бизнеса, да, в найм, то нормальный владелец бизнеса спросит, дружище, а сколько денег я заработаю из-за того, что я буду тебе платить? Поэтому надо идти в тот диджитал маркетинг, который транзакционный. Это SEO, Pay-per-click, то есть Google Ads и прочие, Bing Ads и email маркетинг. То, что влияет на продажи. То есть я всю жизнь этим занимаюсь, я не понимаю, как бы я мог владельцу бизнеса продать SMM, если я знаю, что это не принесет продажи. Ну, просто может, потому что я коммерческим блоком в компании всегда руковожу. Когда ко мне приходят, говорят, Олег, давай SMM сделаем за 4 тысячи долларов в месяц. Я говорю, а что нам даст? Ну, вот красивый будет Facebook у вас. Вот что мне отвечают. Поэтому именно SMM я бы не рекомендовал. У вас есть, ну, то есть популярен в Америке еще Fiverr или Fiverr, не знаю, как правильно. Это биржа микрозаданий. И второй есть Upwork. Там, где можно тоже зарабатывать. Вот если у тебя есть минимальный скилл, кейворды сёшь, по SEO минимальный скилл, ты уже можешь из дома зарабатывать 300-400 долларов с совершенно маленькими усилиями. Ну, понятно, что, наверное, для Америки 400 долларов это ничто, но когда ты вообще потерял работу и ты работаешь по 3 часа в день, это 400 баксов, там, 500 долларов это нормально для начала. А если твои аккаунты прокачаны, у меня есть ребята, которые зарабатывают по 5 тысяч долларов на Upwork спокойно. я бы шел бы веб-аналитика, пейпер-клик, SEO и email-маркетинг как смена профессии. Вот это... А у меня есть, кстати, интересное выступление, как стать успешным SEO-специалистом. Ну, прямо вот путь диджитал-маркетолога. Ну, для России, правда, сколько можешь зарабатывать. Просто в Америке можешь умножить на 4 зарплаты в доллар. Где найти это выступление? А я сейчас найду. Супер. Ну, сейчас найду. Может, пока следующий, Вань, ты хотел вопрос задать, да? Просто я переключился, пока тебя не вижу. Я сейчас найду выступление. Да, я хотел спросить. Вообще, как сейчас в целом отыгрывает рынок в России? И какие первые вообще... Ну, то есть, первая какая... какая первая волна, во-первых, что происходит, в принципе, просто интересно. И как это вообще отразилось на рекламе? Ну, ты наверняка общаешься просто в сфере. Ну, слушай... Слушай, смотри, в России пока еще не коснулось. Пока в Москве заражен... То есть, курс доллара, курс доллара, да, у нас бахнул месяц назад. Уже, наверное, там, процента 3 бизнеса просто убило, кто закупал что-то из-за рубежа. Просто умерли, да? В момент. И все, у кого кредиты были в долларах, все компании просто умерли из-за нефти. Ну, короче, долгая политическая тема, короче, умерло уже много компаний. Дальше, сейчас пока... Вот я серьезно, на следующей неделе все пойдут просто пить пиво на шашлыки и перезаражаются. Пока еще никто не болеет, практически. Больницы пустые. Ну вот, и бизнес еще пока продает. Через неделю будет пик для оффлайн-бизнеса. Оффлайн начнет закрываться, когда всех закроют, как в Нью-Йорке, да? Вот. И поэтому даже наш гипер-оффлайн-бизнес, у нас мы потеряли, потеряли 1,2% клиентской базы за этот месяц. И плюс, а в целом, ну, старые базы. И мы приросли на 15% по обороту за месяц. У нас очень успешный месяц по продажам был. Вот. Это, если говорить про российский сегмент. Но почему, например, там нам хорошо? Потому что мы работаем с иностранными заказчиками. Потому что экономика Америки, как ни крути, она сильнее, чем в России. Ну и понятно, что у вас там налоги отменят и прочее. В России такого не будет. У нас очень много заработков в долларах. Поэтому нам легче, чем другим российским компаниям. Но вообще, я слышал по рынку отток уже порядка 15% клиентской базы у диджитал агентств. Мы стоим такие во второй волне. То есть, мы же не продаем физическим лицам, а мы обслуживаем бизнес, который им продает. И вот как только бизнес начнет склопываться, это дойдет до нас. Мы закладываем потерю 30% клиентской базы где-то к концу июня. Текущей. Но мы и продадим больше. Ты будешь сокращать людей? Или что будешь делать? Я думаю, что у нас план сильно вырастет в кризис. Что мы не будем сокращать. Но смотри, у нас сейчас заявок на продвижение не меньше, чем на той неделе. Их больше. Потому что у нас очень много, большая часть клиентов, небольшая, ладно, процентов 20, которые дают, наверное, процентов 40 оборота. Это онлайн-сервис, это онлайн-гейминг, всякие финтех-сервисы, то есть всякие там трейдинг-боты на криптовалютах. То есть, мы обслуживаем много онлайн-сектора, который растет сейчас. И продаем таким же компаниям. Потому что у нас уникальная компетенция для русских заказчиков продвигать на других языках в других странах в Гугле. Поэтому мы здесь как-то еще более-менее нормально. А те, кто работает чисто на русский рынок, конечно, рынок падает сильно. Уже порядка на 7-15% в зависимости от портфеля клиентов у агентства. Понятно. То есть, все, что сейчас связано с онлайн, ты до этого еще сказал в лекции, то, что гейминг, потом все, что касается стак-маркета, все это будет дальше расти. Конечно. Взрослая индустрия просто вот так растет. Потому что люди сидят дома, все мы про это понимаем. И там будут сейчас бастословные деньги. То есть, контракт на продвижение сайта во взрослой индустрии чисто SEO. К нам клиент заходил, мы обсуждали четверть миллиона долларов только за SEO за год. Они готовы платить. Думаю, даже для Нью-Йорка это нормальная сумма. Да, отличная сумма. Вот. То есть, вот это все растет. То есть, мы сейчас фокус делаем чисто на онлайн-сервисе. У нас классификация клиентов в отделе продаж. Если это онлайн чисто, мы станем, типа, он попадает в класс А, какой бы бюджет у него не был. Потому что, скорее всего, он выживет. Такая стратегия у нас в компании. Понятно. Ты не затронул тему, допустим, что сейчас вообще будет происходить с фарма. Да, понятное дело, что она растет, именно продажа. А все, что касается, допустим, услуг, ты не затрагивал. Как в этом направлении людям двигаться? С услугами? Я говорю, либо это, либо если это будет затяжная история с этим вирусом, то люди сами же будут, сами будут себе услуги, в принципе, оказывают какие-то, например, вся косметология, прочая история. Ну вот, я не могу сходить постричься, потому что я не пойду к своему барберу, их сегодня закрыли, но я не хочу ходить. Когда этот человек обслуживает там 10 человек в день, правильно? Сижу вот такой красивый, Я завтра пойду, вот завтра я жене скажу, давай по 12 миллиметров, нет проблем. Переходить в онлайн, делать какие-то онлайн продукты, даже если вы потеряете 80% заработка на какое-то время, как я написал, что вы сможете заработать что-то на онлайне, на каких-то микротранзакциях, не знаю, обучение манитюру образно, вот, это точно. И второе, что если вы удержите аудиторию, кризис-то он пройдет, и она к вам вернется, то есть, что делать? Переводить все онлайн максимально. Если раньше какой-то микс онлайн и с офлайном был невозможен, то да. Опять же, какая-нибудь ремонт обуви, ну понятно, что ходить мало где можно, да, если человеку надо, например, то делать так, что курьер приезжает, бесконтактно забирает, бесконтактно доставляем, мы супер вашу обувь дезинфицируем еще, когда вам отправляем. Ну понял логику, да, какие связки надо пытаться простроить. У нас много уже предпринимателей пытаются это сделать. Понятно. А что касается именно частной медицины? А частной медицины, например, приведи какой-то кейс. Ну сейчас, допустим, в Нью-Йорке все частные офисы закрыты. Стоматология, там, я не знаю, доктора, там, терапевты и так далее. Проси их. Всякие пластик-серджери тоже, всякие ботокс, вот это вот, да? да. Вот у нас закрылось вчера только, стоматологов, да, закрыли. Кроме экстренных случаев. Ну как в России? Опять же, в России, как это работает, да, там, срочно нужна была справка, вчера вот, другу, у стоматолога. Срочно нужна была справка. Он позвонил, говорит, все закрыто. Пришел, говорит, типа 50 долларов вечером приходить. Ну то есть, у нас пока так работает. Вот. Ну это Russian style. В Америке, понятно, так не работает. Не знаю, что эти, вот пока не придумали, что таким людям делать. Потому что это же медицина, контакт с кровью, контакт с людьми. И я думаю, что они сейчас получат самый жесткий спад, пока пандемия не пройдет. Я думаю, только консервировать, замораживать бизнес. Туризм. Туризм? А, ну вот я могу рассказать true story, которая происходит просто в России сейчас. Наш Всевышний со скипетром и державой на неделю сделал выходные, что вы думаете? Сегодня чуть ли не законодательно ограничили продажу путевок и отелей в Сочи. Все летят в Сочи. Полный выкуп. На эти выходные. Они летят и будут тусоваться там. Красная Поляна, горнолыжный курорт открыт. Вот внутренний туризм просто, ну, народ расчехляет. Что еще очень популярно? Очень популярно сейчас арендуют под Москвой лакшери, недвижимость, загородные дома для самоизоляции. То есть, впадло сидеть в квартире, людям, они арендуют дом. Например, там, не знаю, две семьи скидываются, огромный дом. Две недели они там не видятся друг с другом. Потом встречаются, потому что, типа, переболели, наверное, да? И они снимают большой дом, доставку туда заказывают и тусуются там. У них, короче, своя вечеринка, своя атмосфера. Очень, очень подскочила аренда, аренда вот этой недвижимости загородной. Потому что весна, погода хорошая, люди хотят провести как-то позитивно эту изоляцию, да? Кто может удаленно работать? С туризмом, с туризмом, ну, плохо, конечно, все. Пока не откроют авиасообщение, но вот что, по-моему, я слышал, United, да, у вас, в 8-минедельный неоплачиваемый отпуск, как правило, сотрудников. Ну, туризм пострадает очень сильно. В России останется только внутренний туризм. Все не умрут с таким подходом. Скажи, какие отрасли, по твоему мнению, наоборот, сейчас все поднимутся, у них будет куча бизнеса? Вот смотрите, здесь нужно смотреть вот все e-commerce сервисы и все, что их обслуживает. Например, сервис автоматизации доставки из интернет-магазинов, там краудсорсинг этих курьеров массовый найм, всякие HR-платформы для найма нескоквалифицированного персонала, потому что, ну, рисковых парней, которые будут доставлять посылки, все равно будет всегда много, их надо как-то хантить, асессмент делать, прочее. Вот. Все, что обслуживает электронную коммерцию, все, что обслуживает онлайн-площадки, те же сервера, хостинги, тот же digital маркетинг в некоторых областях, это будет сильно расти. Вот. Ну и понятно, все, что можно получать удовольствие онлайн, развлечение, весь онлайн-энтертеймент, это все будет сильно расти. Просто можете посмотреть на следующей неделе, уже будут адекватные данные по карантинам, по трафику. SimilarWeb, там будут вот такие просто. Взлет ракеты. Ну, конечно, фарма. Ну, в России, как бы с этим тоже своя атмосфера. Я слышал про парня в Америке, который теперь развлекается с 17 тоннами этого санитайзера, потому что Амазон его забанил. Вот, может купаться в нем, который пытался барыжить. У нас это забанили только два дня назад. Вся вот эта около фарма, псевдо-фарма история тоже будет. Но я не считаю это бизнесом и предпринимательством. Я говорил, что я считаю, что это просто барыги, которые пытаются там квикбак сделать так называемый. Понятно. А что касается вообще, в принципе, что ты думаешь по поводу Амазона, по поводу вообще именно такого международного онлайн-ритейла? Как это сейчас будет из России? Именно будет? Сейчас я покажу. Это мой уже интерес, как бы, да? Чтобы этот интерес рос. Слушай, у меня мы работаем с Амазон из России. У нас есть аффилиейт-сайты, то есть мы с партнерской программой Амазон работаем. Вот. У нас есть хороший трафик в Америке. То есть мы сами делаем сайты, эти ревью сайты. Вот. У нас есть там трафик, есть там деньги оттуда. Но я слышал, что сейчас ходит какая-то штука, что Амазон будет доставлять по Америке, Ирландии, UK только первой необходимости товары. Слышал какую-то такую штуку. Там следующая вещь, что доставляют сейчас все товары полностью, но те товары, которые лежат на складе. Действительно, в Америке именно, в UK еще нет, потому что у меня партия моей продукции, она дошла сейчас. Я до этого создал шиппинг-лейблы заранее для Англии. Для Америки я не смог этого сделать, потому что они еще заранее прекратили всю поставку. И, соответственно, сейчас до, если не ошибаюсь, до 2-го или до 3-го апреля ты не можешь в Америку переслать товар на склады Амазон. Все, что у тебя есть на складе с остатками, ты можешь продавать. А теперь, что ты можешь посылать? Да, действительно, ты можешь посылать товары первой необходимости в Америку. Это санитайзер, туалетная бумага и так далее. Я выгрузку делал по товарам, короче, если тебе интересно, там 2,5 тысячи товаров выгрузил и там весь топ, короче, там вообще туалетная бумага, санитайзеры, потом вот эти салфетки, которые выгрузили. Да, вот. Ну, смотри, мой прогноз такой. Опять же, в какой стране сколько это продлится, я думаю, ну, в Америке, ну, я, у меня просто дядя же живет в Сиэтле, ты знаешь. Я звонил, он говорит, что в Америке много будет зараженных, потому что людей домой по закону загнать нельзя, вот, демократия все-таки просто у нас можно бить людей резиновыми палками, а у вас нельзя. И поэтому непонятно, когда все переболеют и когда откроется логистика. Вот, чем быстрее все переболеют, тем быстрее откроется логистика, люди начнут потреблять. Люди, как поймут, что нет опасности для жизни, они начнут потреблять, естественные гиганты типа Амазон начнут доставлять. Мой прогноз, что к концу июня оно должно как бы восстановиться, логистика хотя бы частично, потому что иначе это будет полный коллапс экономики. Правительство все равно с этим что-то сделает. Ну не знаю, но сейчас вот, сейчас у нас реально все. если брать Нью-Йорк, то весь бизнес, он автономлен полностью. То есть, у нас не работает ни кафе, ни рестораны. Кафе работает, как ты и сказал, это только кухня. То есть, также работает Starbucks, ты заходишь-выходишь, берешь кофе. Вот, аптеки работают тоже. И сейчас уже в некоторых аптеках отпускают полностью, если ты экипирован. То есть, у тебя есть перчатки, маска, вот, дают тебе ограниченное количество времени и говорят, что у тебя есть там, там, пять условных минут, чтобы там что-то купить. То есть, они отсеивают, на таком уровне отсеивают поток. Я понял. Знаете, что еще интересно? Вот, какая ниша может быть с этим связана? Вот так, если посмотреть. Можно, но если фарма будет расти и люди будут еще долго, точно два-три квартала люди будут фарму покупать. Любые таблетки, прям вот такое. Например, сейчас там все покупают эти санитайзеры, но у всех он есть, эти гели для рук, да? Правильно? У меня уже руки от этого геля, как у динозавра, просто сухие. Естественно, что следующий запрос будет лучший крем для рук для мужчин, лучший крем для рук для женщин. А это уже не тот товар, который будет регулировать, регулировать государство, но его будут все покупать. Вот надо еще смотреть в эти ниши, что будет после того, как люди полечатся. Вот реально, можно в Google Trends хенд-крем бить, по-любому будет спрос сейчас дикий. Вот одна из идей. И, скорее всего, логистика по таким небольшим к этим кремам, она будет, ну, типа, легкая, потому что он небольшой тюбик, его там доставляют вместе со всем. Соответственно, можно взять какой-то white label, сделать красивую упаковку и красиво это продавать. По-любому какой-то маркетолог сейчас упакует, что там, типа, не знаю, антикоронавирус, типа комплект на марш и прочее. По-любому это будет. Надо смотреть в эту сторону побочные продукты того, что сейчас продают. Мне кажется, можно найти что-то интересное и при этом не вредить людям. В плане наценивая X100. Ну да. Вот. Ладно, Олег, мы, в общем, тебя будем отпускать. Спасибо тебе, у тебя уже совсем поздно, наверное. Сколько тебе сейчас времени? Пол одиннадцатого вечера. Все, тебе надо к семье. Да, ничего страшного. Вот. Олег, спасибо тебе большое за лекцию. С твоего позволения, мы лекцию загрузим на Facebook, на YouTube. Давайте, конечно. Вот. Спасибо большое, Олег. Было очень приятно познакомиться. Спасибо за такую классную информацию. Будем с тобой на связи. Кстати, если... Надеюсь, было полезно. Если люди захотят с тобой выйти на связь, это возможно? Да, без проблем. Можно в Facebook написать. Вы там, скиньте мой Facebook, если у вас есть внутренний чат, либо e-mail рассылку будет делать. Скиньте мой Facebook, он есть в слайдах. Я презентацию сейчас вот дробок залью и отправлю. Да, спасибо большое. Пишите вот вопросы на Яндекс.Кью, если что-то личное, пишите на Facebook, конечно, нет проблем. Я, правда, из-за такой количества операционки я немножко с лагами отвечаю. Вот. На всем отвечаю. Спасибо большое. Классно.